Лидер Украинской морской партии посетил один из самых крупных портов дунайского пароходства – Килию. Приезд команды морской партии совпал с важным днем для города – 76 лет освобождения Килии от немецко-фашистских захватчиков. Также Сергей Кивалов пообщался с активом города и узнал о насущных проблемах жителей, которые нужно решать незамедлительно. Подробности в материале наших корреспондентов. На берегу Дуная расположен древний город Украины и один из самых крупных портов дунайского пароходства – Килиян. За время своего существования город успел побывать в составе Венгерского государства, Молдавского княжества, Османской империи, также несколько раз переходил от России к Румынии. Под румынской оккупацией Килия находилась и во время Великой Отечественной войны. Килийцы помнят и чтят свои традиции и даты освобождения города – 25 августа 1944 года до сегодняшних дней остается для килийцев священной. Именно на годовщину освобождения города выпал приезд к Килию лидера Украинской морской партии и почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Сегодня действительно знаковая дата для всего килийского района, потому что сегодня вся общественность, жители Килии отмечают 76-ю городовщину со дня освобождения Килии от немецко-фашистских захватчиков. Я очень рад, что мы приехали сегодня и сорадуемся вместе с жителями города Килии, которые устроили сегодня, несмотря на карантин, такой праздник. Встреча с местными жителями была организована представителями ветеранских афганских организаций. Вместе с Сергеем Киваловым они приняли участие в возложении цветов к мемориалу погибших при освобождении города, а также почтили память воинов-интернационалистов. Среди активистов Украинской морской партии был и внук участника Яско-Кишиневской операции, народный депутат пятого созыва Дмитрий Волошенков. Для меня вдвойне важно сегодня быть здесь, у этих мемориалов в юго-одесской области, потому что один из моих дедов Алексей Романович принимал участие в Кишиневской яско-операции, где был тяжело ранен, получил осколочное ранение тяжелое, с последствиями которого потом справлялся всю оставшуюся жизнь. Поэтому я думаю, что сегодня в этот тяжелый для страны период, когда насильственно искажаются исторические факты, когда нас пытаются превратить в поколение людей, которые должны не помнить свою славную историю, очень важно, чтобы на уровне местных советов, чтобы на уровне ветеранских движений, общественных организаций, это правильное, справедливое отношение к подвигу советского война, к этим датам, которые связаны с освобождением нашей Родины и этой земли, от фашистского гнета. На встрече также были подняты вопросы отношения нынешней власти к людям, которые по приказу государства исполняли свой интернациональный долг. Речь шла не только об обсутствии финансовой поддержки и урезании льгот, но и в целом пренебрежительном отношении к воинам-интернационалистам. И сегодня сказать, что не было той войны, что они виноваты, что они воевали там, это я считаю, что несправедливо, неправильно, и мы этого просто не допустим. Мы почитали и будем всячески почитать и создавать все условия для того, чтобы люди, которые потеряли здоровье, семьи, которые потеряли своих кормильцев, они чувствовали заботу и гордились своими отцами, своими дедами и прадедами. Потому что пока мы есть и мы идеологически говорим, что это наши братья и мы гордимся ими, эта память никогда не умрет. Сегодня представители афганских ветеранских организаций намерены баллотироваться в местные советы всех уровней от Украинской морской партии Сергея Кивалова, чтобы защищать интересы своих однополчан и земляков. У нас в районе, наверное, в своем государстве, вы видите, что интересы ветеранов как-то остались на второй план. Если за эти лет пять, у нас сейчас вообще финансирование, зубопротизирование и все остальное, ну, до что до минимума. Украинская морская партия предложила нам посодействовать вместе. Ну, мы на управлении областной организации решили, поддержали эту партию, подписали меморандум. Хочется, чтобы наши люди попали в горсовет, райсовет. Может быть, мы что-то изменим. Поддержка Украинской морской партии Сергея Кивалова в Килийском районе растет. В ближайшее время в Килие планируется открыть общественную приемную партии, где местные жители могут получать бесплатные юридические консультации и помощь. Украинская морская партия, она объединяет под себя, во-первых, очень большое внимание уделяется ветеранам. Ветеранам и ветеранам-воинам Афганистана, воинам-интернационалистам, воинам-АТО, Чернобыльцам. Поэтому это все не чуждо для этого региона, для этого района. И люди обращаются, они на самом деле, мы им стараемся по возможности дать бесплатную юридическую консультацию. Если мы здесь не справляемся, у нас есть связь с Юракадемией, там мы можем задать вопросы и до людей донести. Жители Килии сегодня беспокоят вопросы социальной сферы, реформы здравоохранения и образования. А также немаловажным является вопрос развития порта, с которым связано функционирование города. Килицы уверены, что решить все накопившиеся за годы проблемы возможно только в том случае, если их интересы на уровне местных советов будут отстаивать их же представители. Такую возможность войти во властные структуры всех уровней сегодня предоставляет Украинская морская партия Сергея Кивалова. Очень важно, что наша партия сегодня действительно является народной, она строится снизу. И сегодня все наши делегаты, все участники, все члены нашей партии сами определяют снизу, кто будет действительно представлять их интересы в районном, в ОТГ или в областном уровне. На встрече с местными жителями Сергей Кивалов обсудил не только проблемы Килии, но и Килийского района. Чтобы пообщаться с лидером Украинской морской партии, в районный центр приехали даже из сел. Я сегодня по наслышке услышала, что у нас сегодня приезжает Сергей Васильевич. И хотелось бы услышать, что он расскажет о своей партии, поддержать его партию, поддержать наших воинов-интернационалистов. Сегодня приемные Украинской морской партии Сергея Кивалова открываются во всех районах области. Местные жители могут не только присоединиться к партии, но и предложить своих кандидатов в депутаты местных советов. Мы с удовольствием приехали совместно с морской партией Сергея Кивалова, приехали, возложили цветы, отдали дань памяти. И заодно встретились с активистами и союза афганцев, и с партийцами морской партии. Почему? Потому что мы сейчас активно открываем штабы по всем районам. Сегодня тут было тоже открытие штаба приемной морской партии Сергея Кивалова. Также юристы партии оказывают бесплатные юридические консультации в помощь в решении многих правовых вопросов, которые сегодня беспокоят жителей области.